всем привет всем тем кто говорит что апинель это супер хочу вам порекомендовать спуститься по ссылке в описании и купить себе замечательный нож вот такого белоснежного цвета стала вся бумага это убийца так называемый убийца апинеля овощной ножичек для походов и 10 и всего остального очень рекомендую если у вас есть дети приобрести данный нож для ребенка во-первых он легче чем апинель во вторых у него хорошая при хорошая серий терные лезвия отсутствует острый конец то есть ребенок меньше сможет пораниться и ну и в принципе овладеет таким навыкам как готовка пищи в походе легенький простенький швейцарский нож овощник ну что не будем далеко откладывать и идем его затестить ну что же начнем а начать я вам рекомендую с того чтобы вы помыли нож и соответственно руки берем сухарики белого хлеба и щедро насыпаем где-то пол пачки вот так это все выглядит далее берем черри помидорки ну и в дело идет нож режет как теплый нож режет масло не больше и не меньше нам достаточно где-то будет 100 граммов вполне чудесных помидоров черри которые бомбически пахнут и еще они с небольшой кислинкой но нож режет по овощам самое то и диски поймут серий терное лезвие конечно это по мясу будет совсем не то хотя как столовый его можно использовать точить его будет на порядок проще чем какой нибудь там я не знаю с d2 сталью а пинель либо же вернее крыса он тарио red либо же опинель с мягким пластилиновым клинком ну и соответственно китайскую капусту пекинский салат айсберг лучше не брать айсберг это совсем не то что нужно я думаю папа маленькая дефектология плохо что вовнутрь салата не заглянешь при покупке но тем не менее это сюда это мы режем добавляем вот ну и финальный штрих теперь осталось немножко подрезать моцарелку и заправить наш салат специальным соусом который мы приготовим отдельно да для походов для ребенка это вообще бомба а не нож действительно убийца опинеля хотя бы потому что нет этой ручки которая разбухает в процессе готовки влажного воздуха там и непонятно из-за каких еще факторов конечно многие могут сказать что можно взять в пластиковая ручка и пинель ну можно конечно но толщина этой ручки но стоимость этого ножа и самое обескураживающее это острый кончик острый нож до острым ножом меньше вероятность порезаться но тем не менее для ребенка это как-то страшновато вот хотя так я не спорю нож супер длины хватает за глаза для салата для похода для idc даже на кармане да не хватает конечно же у него клипсы но тем не менее даже в кармане он практически не будет выпирать ну и собственно говоря заправка делаем немножечко перца берем совсем чуть-чуть одну щепотку лимонной кислоты соответственно 2-3 зубка на такой объем свежего молодого чеснока наверное и и еще все-таки кусочек я думаю хватит ну а теперь немножко тертого сыра остатки добавляем майонез провансаль и еще небольшой ингредиент это обычная 20 процентами все осталось только перемешать и салат готов ножик наш протещен протестили уже ножик бомба сейчас накормим жену которая придет у нас с работы и я думаю ребенку тоже будет чем поиграться не страшно взять в руки нож и порезать какой-нибудь салатик приготовить какой-нибудь картошечку почистить яичко разбить там приобщиться к одессе сообществу к культуре туризма в принципе вот он легенький салатик готов прошу любите жаловать а вердикт по ножу очевиден да это действительно убийца опинели при своем весе при своих габаритах при своем лезвии при остроте при нержавейке такой же как на викториноксах венгеров я думаю конкурента у него просто нет и быть не может ну а пока всем пока заказывайте по ссылке в описании и приобщайтесь ношению ножа на кармане всем пока до новых встреч до новых рецептов подписываемся на канал ставим лайки пока 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 Продолжение следует...